всем мое приветствие вновь сегодня прогуляемся по ночному городу и поговорим сегодня о церкви и что она вообще из себя представляет и так в современном христианском мире если мы посмотрим вообще для простого человека который только-только-только становится на христианский путь старается жить путем евангелием это всегда будет вопросом ну не только для новообращенного но даже для тех людей которые уже по 5 по 10 или 15 лет как верующие они все никак не могут увидеть и понять для себя и получить ответ чем же на самом деле является настоящая церковь иисуса христа что она вообще из себя представляет и какая она и является ли церковь тем как нам ее сегодня пытаются представить многие современные христианские общины импортные современные правоведники так вот слово церковь означает вызвано это еще называется экклезия и так первой церковью можно назвать что это был израиль еврейский народ который был вызван из египетского рабства что в свою очередь может быть образом на этот мир на греховный мир и так мы видим что бог вывел свой народ израиль и отделил его от египтян и отделил также от всех остальных языческих народов и мы видим что бог не только желал этого отделения и посвящения бог также желал чтобы израильский народ был в полном ему послушание такова воля божья и он дал им определенное учение правила заповеди которые они должны были соблюдать и так также мы видим что церковь была создана иисусом христом это уже начиная с нового завета который бог стал заключать со своим народом и если мы посмотрим на окружающий нас мир христианский то современной церкви на мой взгляд не как никоим образом вообще не похоже на те библейские церкви которые создал иисус христос и что же вообще из себя представляет эта церковь первое мы увидели что церковь это вызванные люди отделенные люди от греха отделенные люди от этого мира это люди которые должны быть посвящены иисусу христу библия говорит кто любит этот мир в том нет любви божьей современная церковь в принципе отошла от учения иисуса христа она является абсолютно не совсем мирской но некоторые совсем мирские но в принципе с огромным уклоном с практически мирской жизни и из-за появления таких церквей общество собраний многие люди даже не могут вообще сориентироваться в духовном пространстве и понять что же вообще на самом деле представляет из себя церковь какая она на самом деле и так современные общины на мой взгляд очень сильно погрязли в миру можно себе представить что если слишком много мирского церковь делает свои выступления программы шоу какие-то концерты все сделали по образу этого мира я конечно же не проповедую какой-то вам там я не знаю законничество или что-то такое одеть всем какие-нибудь рясы или я не знаю что еще совсем уж какую-то религию непонятную нет но очень много церковь начала копировать с этого мира и подражать этому миру хотя первые общины они никоим образом миру этом вообще не подражали наоборот они сообразовывались с личностью иисуса христа то есть настоящая церковь состоит из верующих людей чье сердце разум ум он преобразован от этого мира то есть настоящий христианин не будет мыслить по-мирски и говорить по-мирски но библия говорит что это только антихристы они говорят как этот мир и мир слушает их так вот современная церковь привлекает людей в свои общества в свои так сказать общины и круги не путем евангелия не путем иисуса христа завлекая людей какими-то сценами какими-то театральными постановками развлекаловками и всем остальным ужинами с бульоном вам всякими играми и вообще непонятно чем с поездками на море на природу на отдых хотя все это как бы неплохо с человеческой точки зрения провести то время где-нибудь отдохнуть и послушать музыку но церковь иисуса христа она на самом деле строится через проповедь воскресшего иисуса христа где человек приходящих богу должен быть действительно отделен от греха и от этого мира не то что как бы он стал каким-то внешне религиозным да стал там верить в иисуса исповедовать его спасителям а жизнь такого человека смотришь она с годами не меняется поэтому я сомневаюсь что такой человек был вообще рожден свыше рожден заново от святого духа настоящее божье заново рожденное творение оно будет свято и иисус сказал будьте святы потому что я свет и так первый плод который желает видеть иисус христос это святость индивидуальная внутренняя святость то есть в каждом человеке которого призвал господь бог и так плод самый первый первичный плод который наш господь иисус христос хочет видеть в каждом из нас это плод его святость без святости библия говорит никто не увидит господа и так что и вся представляет церковь она представляет из себя святой народ народ который был взят в божий удел был взят и убран из этого мира хотя мы находимся в этом мире мы живем среди этого мира выходим среди этого мира но мы научены не поступать как этот мир если церковь поступает как этот мир участвует в политики участвует в каких-то вещах тянется в политику это сегодня среди многих церквей даже распространено пытаются завлекать новых членов какими-то как я уже сказал шоу программы и все остальное все это является абсолютно мирской церковью и сомневаюсь я что такая церковь может иметь статус христовой церкви эта церковь какого-нибудь петрова сидорова или иванова но никак не иисуса христа потому что церковь иисуса христа имеет освещение от иисуса христа и святость запомните святость только по жизни общины как она живет можно определить является ли это христова церковь если среди членов церкви мы действительно находим святость и отделенность от мира и от греха если нету образа мышления греховного и мирского у людей посещающих церковь то это можно смело назвать церковью иисуса христа вот так я вижу действительно церковь потому что библия нам показывает что мы имеем ум христов то есть это разум иисуса христа который в нас от образа отображается и проявляется в нас посредством крещения святым духом так вот так же один из признаков настоящей церкви там будет крещение святым духом никакие то рукопожатия присоединения никакие то там вот вы дали пожертвование дали десяти ну теперь вы член церкви не 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 друзья мы членом истинной церкви которая представляет из себя тело иисуса христа мы становимся через крещение святым духом библии сказано что одним духом то есть святым мы были крещены в тело иисуса христа так вот церковь иисуса христа представляет на земле его тело представляет на земле его имя представляет на земле его святость представляет на земле его силу представляет на земле его славу и истинную церковь божию должны сопровождать его знамение чудеса потому что сам иисус сказал что дела которые творю я и верующий в меня сотворит и даже больше и дела сотворить так вот что представляет из себя церковь иисуса христа это собрание освященных людей наделенных силой и властью божьей это те люди в которых действует вера самого иисуса христа я желаю чтобы каждый из нас действительно был частью этой великой церкви и имел действительно его силу и мог бы представлять его дела поэтому настоящая церковь она будет полностью посвящена на служение иисусу христу и людей будет приводить именно к иисусу христу что я еще заметил что многие современные общины они отошли от своего вообще первоначального поручения ведь иисус христос дал поручение идти и проповедовать евангелие это самое важное из всех поручений которые должна исполнять церковь это поручение заключается в том как он сказал именем моим будут изгонять бесов то есть если я христианин я буду молиться за изгнание бесов именем моим будут изгонять бесов следующий он горит будут говорить иными языками это также поручение иисуса христа и иные языки также проявляются через крещение святым духом и так будут говорить иными языками возложат руки на больных и те будут здоровы и так евангелие к нам пришло как сказал также павел и церковь она представляет это евангелие оно пришло нам не только в слове не только то что мы можем говорить хотя это и хорошо рассказывать о воскресении иисуса христа и это замечательно и правильно но евангелие не только в слове приходит но в явлении духа и силы божьи то есть в чем проявляется дух святой во первых как я уже сказал самый первый плод по которому можно увидеть настоящего христианина это будет святость нет святости не увидишь господа не силу его не могущество не победу не все остальное и так должна быть святость верующего будут также сопровождать знамения божьи знамения сопровождают истинную церковь истинный верующий не будет вести людей в церковь только сейчас поймите правильно в первую очередь он будет вести человека к иисусу христу голгофе церковь не спасает церковь это люди сегодня привыкли делать акцент на церкви привязывать людей не к воскресшему христу не голгофе к церкви они говорят если вы не будете ходить церковь вы погибнете это абсолютно неправильно в церковь вообще-то мы не ходим в настоящую церковь ты не ходишь ты просто ей являешься вот и все я вот сейчас по улице по дороге я являюсь церковью ну я не один церковь на всей земле я только маленькая ее часть тела христова но ваши тела библия говорит это суть это храм живущего вас святого духа вот что есть церковь и что она из себя представляет живой храм живого бога вспомните господь еще говорил соломон построил ему дом но всевышний не в рукотворенных храмах живет и не требует дел рук человеческих эти храмы мы его чем является церковь иисуса христа храм живого бога столб как сказал павел и утверждение истины если вы хотите сегодня найти действительно церковь настоящую церковь то сначала предлагаю найти вам настоящего иисуса христа потому что если вы не найдете иисуса христа и не дадите ему войти в ваше сердце в вашу душу то вы никогда и не найдете и церковь то есть вы даже и никогда и не будете по сути это так и есть так вот прежде чем найдете церковь найдите иисуса христа библия говорит он недалеко от каждого из вас если вы найдете иисуса христа тогда у вас есть шанс найти церковь найти и настоящих заново рожденных свыше христиан но скажу так что ты когда найдешь иисуса христа ты не будешь искать уже какую-то для себя церковь то есть ты не будешь ставить это на первое место потому что ты сам будешь являться этой церковью а в об иисусе христе и вместе совершать путь потому что 2 2 двоем или троим легче как в притчах по моему сказано что вдвоем лучше нежели одному если один упал то второе подымет его даст руку для этого и существует церковь то есть мы не сидим где-то там отдельно по домам мы собираемся в общины но к сожалению сегодня не все христиане могут найти для себя подходящую общину и они просто не знают ну куда же деться куда вообще идти куда податься некоторые верующие вообще не могут определить где же эта церковь но я уже сказал вы сначала иисуса найдите дома в молитве встаньте на колени молитесь и найдите иисуса христа найдете вы его в своем слове и когда вы найдете его в своем слове вы его обнаружите в самом себе тогда у вас не будет нужды как таковой бегать и гоняться искать там где-то для себя церковь вот я верующий я человек христианин я 16 лет верующий уже чуть больше я не бегаю не ищу для себя никакую церковь я не имею в этом нужды бегать искать церковь я просто верю иисусу христу и даже если у меня вообще не будет никаких знакомых общения с христианами я от этого в мир не уйду потому что у меня есть осознание что я являюсь частью церкви иисуса христа я есть это церковь я есть этот храм живущего во мне святого духа поэтому я спокойно могу даже без всякой общины я могу жить христианской жизнью читать библию молиться и даже еще вот так вот по дороге идти и делиться тем что есть у меня на сердце поэтому друзья во первых чтобы понять что такое церковь встань ей сам обрети иисуса христа чтобы он был в твоем сердце это замечательно это первое что ты можешь действительно первый шаг который можешь сделать так вот что из себя представляет церковь я думаю мы уже понимаем это собрание людей церковь может состоять церковь для современного мышления какого-нибудь динвенционного верующего это конечно непонятно но церковь может состоять из двоих людей двое или трое людей вы в городе или в поселке вас двое или трое вы уже есть церковь которую врата ада не одолеют если вы двоем и троем нашли действительно иисуса христа и верите библии так как она учит так как там написано вспомните слова иисуса также он говорит кто будет веровать так как сказано в писании у того из чрева потекут реки воды живой вот если вы двоем или троем в своем поселке в городе начнете верить так как написано из чрева потекут иисус это говорил о духе то есть вы будете сами источником каналом через который бог будет проявлять свою силу славу и свое собственное могущество и вот что представляет церковь иисуса христа она являет его дела понимаете поэтому не бегайте друзьям и не гоняйтесь и не ищите найти совершенную церковь совершенными людьми вы ее не найдете вы сначала сами стать совершенны и тогда действительно что-то начнет получаться я конечно понимаю что не все люди на земле совершенны я тоже не идеалы несовершенны но я знаю кто является совершенным и я хочу направлять людей к этому совершенству и сам хочу к нему стремиться потому что это совершенство находится в личности иисуса христа не в какой-то церкви так вот идем дальше мы говорим на тему что такое церковь и что она вообще из себя представляет итак во первых мы увидели что должна быть святость плод святости люди должны быть отделенные посвященные не ищущие своего к сожалению еще даже в те времена апостол павел говорит что к сожалению его слова были такие что все ищут своего они того что угодно иисусу христу но если церковь действительно христова она будет искать именно то что угодно богу богу угодно чтобы церковь имела веру творила его дела и приводила людей голгофе и обращала взгляд на голгофу современные церкви направлены вообще на совершенно другое об иисусе христе они проповедуют как-то отдаленно поверхностные как будто где-то он там у них далеко и как будто небесное царство тоже где-то там далеко но они приводят людей на самом деле в церковь свою общину к своему пастору приводят чтобы люди вот слушали проповеди ихнего пастора изучали его книги зубрили их исповедовали своего пастора мужем божьим и тому подобное и так далее все это не является это вообще не 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 может являться вообще церковью божьей церковь божья проповедует божье царство которое во первых как еще понять церковь божья которую ты попал или вообще нет и так церковь божья имеет царство божье внутри себя иисус говорит вспомните молитву в молитве очень наш есть такие слова да будет воля твоя и на земле как на них так вот царство божье может наступить на земле только тогда когда она наступит в церкви когда наконец-таки церковь которая должна быть церковью христова невестой христова наконец-таки станет божьим царством внутри нее проявлено потому что царство божье она не где-то там далеко за горами или где-то там вот непонятно в космосе это божье царство божье царство должно быть явлено в невесте иисуса христа и вот что она из себя представляет церковь представляет небеса на земле она представляет небесное царство она должна являть это царство вот по какой причине я не бегаю не ищу не какую-то церковь я не ищу какого-то для себя супер проповедника я хочу чтоб моя жизнь моя вера мое служение и хождение перед лицом божьим было направлено на то чтобы я являл божье царство и был этим каналом и должен ты таким быть как христианин иначе твоя вера вообще напрасно и ты тогда вообще непонятно за кем идешь и куда идешь настоящий верующий должен быть направлен на то чтобы являть божье царство и это замечательно вот на что вы должны сегодня направить свою веру на то чтобы вы являли иисуса христа к сожалению я еще одно что заметил что некоторые верующие мне напоминают вспоминаю я свое детство знаете детские годы и вот когда какая-то знаете потасовка да какие-то там разборки конфликты у многих начинается еще это с юности своей не любил и начинается знаете а ты того знаешь а этого знаешь да я того знаю да я с кем общаюсь там а кого ты знаешь там и туда-сюда и тому подобное то есть вот такие люди которые говорят что он там кого-то знает кто-то за него там как они говорят подпишется там и тому подобное когда я вижу таких людей я понимаю что такой человек который так говорит на самом деле ничего из себя вообще не представляет сам как личность он сам вообще ничего из себя не представляет то есть он постоянно говорит а вот этого знаешь того знаешь и тому подобное христианстве сегодня практически то же самое среди некоторых людей у них постоянно начинается а того знаешь а этого знаешь а я того знаю а тот вася на меня руки возлагал а этот обо мне говорил пророчествовал там и тому подобное такие христиане на самом деле ничего из себя не представляет не просто хвалятся всю жизнь только какими-то служителями какими-то церквями а я вот тут церковь знаю а вот того епископа знаю и тому подобное вспомните пример сыновья первосвященника с киев увидели павла который изгоняет бесов нашли одержимого пришли к нему в дом и говорят именем иисуса которого проповедует павел выходи без возмутился и говорит я и павла знаю иисуса знаю павел мне известно кто вы такие другими словами взял над ними такую власть силу избил их побил их и они еще голые убежали вот мне кажется что некоторые верующие которые на самом деле не знают бога вот и представляют сыновей первосвященника с кевы папа у них видите ли был первосвященник и они этим гордились наш папа первосвященник сегодня тоже таких много видел о наш папа наши отцы наши мой дед мой бабка мой отец был глубокий верующий говорят там он создал много церквей он апостол всея руси или кто там всея русскоязычного населения открыл 200 300 церквей и тому подобное друзья мои это вообще не имеет никакого значения вообще никакого веса в духовном мире вообще не имеет это все только лишь сказано и говорится с целью чтобы привлечь внимание людей к самому себе указать на себя что якобы человек что-то там из себя представляет на самом деле это вообще к царству божьему церкви божьей никакого отношения не имеет так вот тебя должны знать небеса лично тебя должен знать лично господь иисус христос а ты должен знать его вот что представляет из себя церковь она не такая как в случае с первосвященническими сыновьями которая может хвалиться вот павел там это делает или тот делает папа у них первосвященник нет павел вообще там них тем никем не хвалился библия говорит хвалящийся хвались господом тем что разумеет знает его вот кто такой настоящий христианин он разумеет и знает действительно господа иисуса христа по личному опыту переживания и вот что из себя представляет настоящая церковь и сегодня я говорю о тебе чтобы ты и был этой настоящей церкви и прекрати бегать ее искать верующие в поисках настоящей церкви доходят чуть ли не до крайнего фанатизма и до депрессии по концовке говорят нигде не могу найти церковь все пошел я значит в мир там ты и тем более нигде не найдешь сегодня брат мой сестра ты слушаешь мое обращение мою беседу по этой дороге и я говорю тебе как брат во кресте прекрати беготню и сам станет и церковью сам встань сам начни являть иисуса христа еще часто вижу таких искателей церкви совершенно вот они бегают и бегают и разочаровывать постоянно говорят у вас нет любви у тех нет любви у этих нет я вообще не понимаю таких вы чё бегаете ищите там где-то что-то вы нигде не найдете вообще в людях вообще ничего и прекратите надеяться на плоть вспомните слова ветхом завете сказано что проклят всяких туда же надеется на плоть апостол говорит а мы не на плоть надеющиеся начнете надеяться на плоти чем тебе тискать в ком-то там любовь я вот не бегаю ни в ком не ищу ни нигде там любовь чтоб чтоб я где-то там нашел что кто-то со мне и где-то явил да зачем она мне надо это я должен найти любовь и я ее должен кому-то являть или выженые у кого-то там искать ну и найду я там ее у кого-то ну и что дальше есть еще одна категория искатели церкви которые никак не определяться и сами то не знают что они то и должны быть лично это церковь они бегают ищут помазанников ищут знамение чудеса ищут как они говорят крещенного духом святым брат вот они бегают путешествуют от церкви к церковь от общины к общину лазают по интернету слушают одного другого проповедника и вдруг их там что-то озарила мечта сбылась нашли они какого-то помазанника ну на их не взгляд хотя есть один помазанника это иисус христос вот но у меня другой тема нашли они значит какого-то помазанника себе о обрадовались вот брат крещеный духом святым вы знаешь теперь мы будем за ним идти его проповеди слушать и тому подобное месяц два три полгода слушают посещают а потом смотрят что же туда этот брат не тониджил делать его концовки отпадают вообще уходят запомните до тех пор пока вы бегаете гоняетесь ищите помазанников ищите каких-то совершенных людей совершенно церковь вы будете только разочаровываться разочаровываться и разочаровываться друзья перестаньте бегать и гоняться искать какое-то чудо какого-то помазанника и какую-то церковь сами станьте и поймите же вы наконец что смысл и цель всего евангелия и суть всего христианства это христос вас вспомните слова апостола павел говорит что великая тайна сокрывшаяся от веков и родов ныне открытая святым его что это за тайна братья мои сестры друзья для многих христиан это до сих пор действительно тайна это даже для христиан для них до сих пор тайна павел горит это великая тайна слушайте внимательно христос вас так вот если христос во мне если царство божие во мне если я являюсь храмом живущего мне святого духа если я являюсь домом божием зачем мне ходить искать плоти кровь чью-то зачем не бегать искать советоваться с какой-то плоти и кровью и делать какую-то плоти кровь своим посредником между мной богом это не христианство друзьям это не является церковь я вам также советую вот сесть одуматься просто взять библию начать ее читать посмотреть ведь библия книга деяний новый завет учение апостолов раскрывают то чем является настоящая церковь иисуса христа и чем она на самом деле не является так вот община община если на действительно христова она будет максимально отражать состояние первоапостольской церкви конечно же первоапостольская церковь тоже идеалом не было например как коринфяне хотя были крещённые духом святым рожденные свыше но однако павел сказал что они плоские галаты начали замечательно павел говорит духом начали а закончили все-таки плоти понимаете друзья поэтому мысль которую я сегодня веду заключается в том что не нужно искать для себя плоти кровь нужно самим быть церковью я думаю что сегодня вы понимаете чем является церковь и что она на самом деле из себя представляет церковь это индивидуумы люди индивидуумы которые собраны в его имени во имя его которые имеют руководство и водительство святым духом не на плоть надеющиеся которые живут словом божьим это и есть церковь и даже если ты один дома одинокий христианин тебя нет общения ты можешь быть действительно частью его вселенского тела и на самом деле это действительно все очень просто и также если мы заглянем в писание мы увидим что церковь божья на самом деле очень простая также по своему устройству очень просто во первых в церкви божьей церкви иисуса христа не существует никаких иерархий вот чем является церковь она является организмом не организация в котором братство в котором нет начальников подчиненных в которой нету директоров или каких-то особенного отделенного священства от народа которая является чуть ли не посредниками между церковью и христом настоящая церковь представляет из себя организм иисуса христа где есть братство вспомните слова апостола павла он говорит что мы когда приходили к вам мы не брали власть над вашей верой то есть апостолы власть над верой людей не брали но они наоборот благодаря своему дару приводили людей ближе и ближе к иисусу христу вот чем является церковь кто она такая что она из себя представляет в ней братство в ней нет господства в ней нет начальников и подчиненных но в ней братья иисус самого начала еще учил что все вы кто братья и он показал пример говоря больше пусть будет меньше как меньше видите и вот что такое церковь и что она из себя представляет я думаю что это мое небольшое общение так разговор сегодня о церкви думаю он будет вам полезен чтобы вы сами начали в дальнейшем размышлять но больше всего моя основная мысль что такое церковь это люди являющие божье царство отделенные от мира отделенные греха у которых есть братство общины которые действительно являются организмом они просто какой-то организации куда люди ходят как на работу куда люди ходят относя свои деньги последние и кому подобное где пастора так называемые наподобие директоров это не церковь не может быть церковь это просто какая-то религиозная организация сетевой маркетинг религиозный бизнес и не знаю как хотите можно назвать но не церковь церковь это действительно общество собрание людей живущих во христе иисусе поэтому сегодня мой брат и сестра пойми что суть всего евангелия и учения иисуса христа это чтобы ты являл иисуса христа миру основная цель и мысль всего евангелия учения апостолов это христос вас это божье царство внутри вас дорогие мои больше не бегайте не гоняетесь получите откровение от бога что христос вас и что вы есть эта церковь и что вы и кого вы из себя представляете божьих сыновей дочерей царское семя вы царские дети вы царское семя поэтому являйте свет миру будьте светом этому миру и вот чем является настоящая церковь она не мирской является она является светом для этого падшего и греховного человечества будьте светом любите друг друга любите людей любите бога любите его учения таково мое пожелание для вас всех вам благословений дорогие надеюсь что моя беседа было вам полезно и немножко назидательно все всех благ вам вспоминайте меня в молитвах и до встречи еще увидимся с богом пусть вас бог благословит всем пока